Я думаю, Путину хочется верить, что США и их союзники уделяют много внимания России и воспринимают серьезно ее обеспокоенности. При этом я уверена, представители России понимают, что отнюдь не все их требования будут восприняты так, как им хотелось бы. НАТО никогда не заявит, что Украине не будет предоставлено членство в альянсе, как и никогда не даст России возможность какого-либо вета на решение НАТО. Также очень маловероятно и даже скорее невозможно, чтобы НАТО согласилось на другие требования Путина. Убрать свои силы и средства не только из стран бывшего СССР, но и из государств бывшего советского блока, то есть убрать инфраструктуру НАТО из таких стран, как Польша или Румыния, где расположены элементы американской противоракетной обороны. Этого не произойдет. Возможно, Путину понадобилось продемонстрировать, что он остается одним из главных игроков на мировой сцене, способным привлечь внимание президента США, который воспринимает Путина настолько серьезно, что готов с ним беседовать о будущем Европы через головы европейских лидеров, обсуждать Украину без участия руководства этой страны и так далее. Это могло бы целью Путина, но, по-моему, это вряд ли помогло ему убедить россиян в том, что он столь уж серьезный игрок в мировой политике, если единственным средством добиться телефонного разговора с президентом США является переброска двухсоттысячной военной силы к границе Украины. Это выглядит довольно отчаянным шагом. Он мог бы просто трубку снять да позвонить, если обеим сторонам есть что сказать. Я думаю, что обе стороны, вероятно, достигли своих целей в этом телефонном разговоре. Очевидно, что Россия удовлетворена, что США якобы дали обещание не посылать определенные наступательные вооружения в Украину. Это закладывает основу того, чтобы в конечном итоге удовлетвориться любым дипломатическим решением, достигнутым после переговоров. Со стороны Байдена, я думаю, что отказ от отправки оружия в Украину является также победой. В любом случае, не планировалось начать это делать в ближайшее время. Администрация просто придерживается своей линии, которая существовала еще до недавней угрозы российской интервенции. Так что я думаю, обе стороны, вероятно, довольны исходом этого звонка. Я все еще думаю, что вероятность полноценного российского вторжения довольно низкая.